Я буду отвечать в основном на ваши вопросы, то есть Толя мне прислал три вопросы которые вас интересовали, это первая архитектура, вторая это google карты и ядекс карты и третья это доступность в библиотек. Я раскрою эти три темы, расскажу чем мы занимаемся внутри Delput Partners и как мы развиваем эту тему со Platter и буду правильным отвечать на ваш вопрос, который у вас будет возникать. Кто вообще в курсе, что такое Platter? Вообще Platter это нормальная кроссплатформа, которая реально работает и работает хорошо. И начну я конечно с архитектуры, потому что все ее любят. Может быть этот, сначала кейс какой-то, расскажи о том, что вы успешно сделали, как оно получилось, предысторию именно не технологии, а бизнесовую клиенту. Да, хорошо. В общем, к нам часто приходят клиенты и говорят то, что мы не хотим платить за два приложения, мы хотим одно приложение. И первый раз к нам пришли и мы сделали его на React Native. Ну, не особо мы его любим в итоге. И, кстати, искать еще другие варианты. И вот решили попробовать Platter и нам это понравилось. То есть, с каким приложением нам пришли? Нам пришли с приложением, грубо говоря, такая социальная сеть, где люди могут найти контакты, то есть заниматься нетворкингом. То есть, по сути, ты там выбираешь, какие у тебя интересы есть, вот, и приложение, ну, сервер генерирует тебе рекомендации, типа, пообщаться с каким чуваком, вот, и тебе удается эти рекомендации. То есть, мы сделали это приложение, оно называется CR, оно лежит в App Store. Вот. Сколько там экранов примерно? Больше 20 точно. То есть, это 20-20 экранов? Примерно, да. А как называется? Серка. А команда какая у общих друзья? Два человека. Вот мы с Артемом запилили. Установил, наверное, даже Артем, потому что там. Два человека, за какой срок? Вообще, Артем сверстал это приложение, наверное, не знаю, недели за две, а потом мы делали доработки разные и интеграции. Ну, основное время кнопки. Да. Ну, суммарно, сколько релизов у нас. То есть, начали мы приложение, наверное, в июне, да? Ну, в верстку, в апреле вообще. В апреле начали? То есть, мы в апреле начали и зарелились в августе или сентябре? В сентябре. В сентябре. Изначально то, что надо было сделать и то, что мы сделали, кардинально отличало. Там промо-видео есть с изначальным дизайном. Оно уже не совпадает с тем, что сейчас. Ну, да. Серком? Серка. Нет? А можно ли записать? Можно ли написать? Правда, не хватит. Я думаю, что Олег постарается. Давай. Ты ж глаза себе сделал. Ты че? Так. Так. Плохо сделал. У тебя должно быть зум плюс 10. Такие идеи. Покрутим. А мы думаем, что у меня есть сайт. Хорошо. Ну, что? Так. Ну. Так. Ну. Ну. За сколько за 2 месяц? С апреля по сентябрь релиз. То есть с сентября был релиз. То есть это вообще серка – это стартап. То есть… Ну, это зависит именно от приложения, от его величины. Вот и все. А вы оценивали, сколько бы на тип стоил? Нет, не оценивали на самом деле. С нас общаться мы не требовали этого проекта. Ну, пожалуйста, делайте. Ну, потому что там понимали то, что это стартап, и он будет изменяться, и поэтому там мы делали итерациями, то есть типа сделали какую-то демо, мы показали. Прикольно. Так. Ну, то есть как минимум 5 месяцев вы одно приложение на Аккулаторе точно сделали, то есть уже как минимум 5 месяцев опыта у вас есть. Да. Пролик. Вот. Так. Ну, ладно дальше… Еще какие-то предварительные вопросы, которые до доклада можно обсудить. А какой опыт был у тебя в разработке твоего? То есть ты занимался Android или iOS? Я занимался Android, iOS, React Native. Да. Я попробовал абсолютно все технологии, все языки, вот, и потом решил еще в Аккулатор попробовать. Придем у тебя демотивные разработки тоже? Да. Да. В обоих платформах. И сейчас, соответственно, вы его поддерживаете? Это положение развивается? Да. Мы сейчас поддерживаем и двигаем текст. И меняем текст. И цвета меняем. В основном, что мы делаем сейчас. Ну, давайте тогда перейдем ближе к теме. Рассмотрим архитектуру. То есть во флаттере есть какие архитектуры, ну, которые известные, которые используются. Первое – это скоп-модуль. Самая простая архитектура, когда вы делаете модельку и шарите ее в дереве виджетов. Вот, просто обращаетесь, типа, вот, хочу получить модельку. И, соответственно, когда вот эта моделька обновляется, у вас обновляется интерфейс. И в этом смысл скоп-модуль. Еще есть блок, который более известный, который более гуглом пропагандируется. Это, в общем, такой реактивный подход, где у вас, грубо говоря, такие микросервисы с реактивными входами и выходами. Вот. И вы подписываетесь на эти входы и выходы и получаете информацию. Вот. И, ну, и, конечно же, есть Redux. То есть это уже более такая серьезная архитектура, ну, которая используется повсеместно. Вы, наверное, слышали то, что ее в вебе используют. Вот. И сейчас я немножко ваши знания обновлю. И мы продолжим. В общем, в чем смысл Redux? То есть у нас все состояние приложения хранится в одном дереве. То есть у нас есть моделька. Вот. То есть дерево состояния приложения. И, соответственно, наш UI рендерит вот это вот дерево. То есть, по сути, в Redux интерфейс – это функция от State. И, в общем, в Redux есть основные компоненты. То есть, по сути, любое действие в приложении – это экшен. Вот этот вот экшен, то есть в интерфейсе, когда мы нажимаем на какую-то кнопку, мы создаем экшен и диспатчим его. Этот экшен проходит через middleware. Middleware – это такая штука, где выполняется бизнес-логика. То есть тем мы ходим копеечки в базу данных, куда-либо еще. Это Redux. Он очень как бы на MDI похож. Ну, возможно, я на самом деле давно уже о нем не слышал и не углублялся. Но, скорее всего, там примерно такая же концепция. Ага. Вот. Соответственно, middleware – компонент, где бизнес-логика выполняется. Redux. Redux у нас выполняет функцию преобразования нашего стейта. То есть нам экшен пришел, мы как-то отреагировали, изменили наш стейт, у нас интерфейс наш перерисовался и отображает на последнее состояние. Store – это как раз-таки компонент, который все вокруг себя объединяет. То есть как раз-таки Store и хранит вот этот наш стейт и умеет принимать в себя экшены, которые мы диспатчим. Вот. Как только мы задиспатчили экшен, он изменил состояние, у нас автоматически новые данные попадают во Vue, и Vue перерисовывается. Вот. И давайте теперь рассмотрим редюсеры поближе. То есть редюсер, по сути, это чистая функция. Что значит чистая функция? То есть у нее нет каких-то сайд-эффектов. То есть у нее есть определенный вход и определенный выход. На входе мы что имеем? Мы имеем экшен – вот этот наш объект, который мы задиспатчили, и предыдущий стейт. Вот. И, соответственно, мы за счет нашего предыдущего стейта вот этого экшена, в котором могут храниться данные, преобразуем наш текущий стейт, и на выходе мы получаем новый стейт. Вот. И, соответственно, как у нас приложение строится? У нас есть редюсеры, которые отвечают чисто за их сферу ответственности. То есть, допустим, есть редюсер для чата, который хранит там все сообщения и так далее. Редюсер для профиля отдельный, который информацию о пользователе хранит для авторизации и так далее. Это, условно, отдельный экран или это отдельная область ответственности, скажем? То есть, это область ответственности. То есть, редюсер отключается от того, чтобы преобразовывать из старого состояния в новое состояние по экшенам. Вот. И, по сути, в данном примере чат-редюсер, профайл-редюсер, ауф-редюсер – это все, это три отдельных функции, каждый который преобразует свое состояние в зависимости от экшена. Все эти редюсеры обняются в один ртовый редюсер. То есть, ртовый редюсер как раз таки принимает на вход себя экшен и состояние. И преобразует это в новое состояние приложения ему. Сколько там длиной эти редюсеры, если они такие большие зоны ответственности? Они небольшой длины, на самом деле. То есть, эти редюсеры можно разбивать, как ты хочешь, и потом объединять. Вот. То есть, это все очень хорошо комбинируется. Как эти редюсеры выглядят у нас? То есть, мы эту концепцию чуть-чуть доработали, чтобы она была удобна для нас. Вот. И как мы их оформляем? Первая строчка – мы создаем редюсер для авторизации. И, соответственно, мы хотим отреагировать на экшены о выходе, то есть логауте. Что мы делаем? То есть, вот здесь вторая строчка. Мы говорим о том, что при таком-то экшене, при экшене логаута, сбросить нам состояние авторизации. Все. То есть, на входе у нас есть предыдущий стейт, который нам не нужен, экшены, с которым нам данные тоже не нужны. Мы просто возвращаем новое состояние. Другой пример. Допустим, мы хотим сохранить текущий email пользователя. В данном случае что происходит? Вот у нас есть наш стейт предыдущий, наши действия. Мы наш стейт изменяем. Мы изменяем поле карт-ньюзер email на новое значение, которое мы берем из экшена. Все. Наше значение изменилось. Оно сохранилось у нас в сторе. То есть, стор хранится в оперативной памяти. И, допустим, более сложный пример – это когда у нас уже происходит какое-то асинхронное действие. То есть, когда мы логинимся. То есть, такие действия мы разбиваем на три штуки. То есть, это когда действие началось, старт закончилось успехом, success, и закончилась ошибка error. Вот. Что в этом случае мы делаем? Опять же, на вход есть наш стейт предыдущий, экшены. Мы при старте изменяем состояние запроса на in progress. И в этом случае как раз таки рисуется вот этот preloader, который крутится. Действие закончилось с успехом. Мы выставляем то, что действие закончено. Действие закончено с ошибкой, мы выставляем значение error. Так. Давайте вопрос, если понятно, если непонятно. Эта архитектура стандартизирована где-то? Да. Архитектура полностью стандартизирована. Проредакцию вы можете почитать вообще огромное количество. Я имею в виду, что она делается на базе фреймворка, который с вами используется. Да, да. Она делается на базе фреймворка, но мы этот фреймворк дописали так, чтобы было максимально удобно нам использовать эту архитектуру в апплатере. Монсорс есть уже? У себя. Это мы дальше обсудим. Ха-ха-ха. Теперь о более сложной штуке, о middleware поговорим. То есть это та штука, где выполняется бизнес-слой. Вот. И здесь давайте начнем с низа, потому что это то, что вы уже знаете и то, что вам будет максимально понятно. То есть core-слой. Это как раз-таки то место, где мы взаимодействуем с API, то есть это примерно так же, как и в нативной разработке выглядит. Shared Prefs или User Default для разработчиков. То есть есть пакеты, которые оборачивают это все, и ты можешь за счет одного интерфейса общаться и с тем, и с тем. Понятно. Супер удобно. Да, там базы данных, токен-менеджер, secure storage. Ну, то есть keychain и что-нибудь подобное. То есть core-слой – это базовые компоненты, из которых вообще приложение строится. Вот. Уже чуть выше уровень сервисов. Это как раз-таки уровень бизнес-логики. То есть это то, что мы в нативных приложениях тоже как раз-таки пишем. То есть, типа, авторизуйся там, ну, там, метод, да, там, авторизуйся, там, получи профиль и так далее. То есть вот такие вот сервисы как раз-таки и будут находиться на этом уровне. Вот. И теперь нам нужно поговорить о таком компоненте, как Epic. В общем, что это такое, зачем она нужна. В общем, Epic, по сути, это та же самая функция. Это функция, которая на вход принимает в себя поток экшенов и которая принимает в себя store, то есть наше состояние приложения. А на выходе у нее как раз-таки опять же поток экшенов. То есть мы получили какой-то экшен, обработали его внутри этой функции и выдали новый экшен. Допустим, логин. У нас есть экшен, логин start action. Вот. Мы его заплачили, этот экшен попадает в Epic. Вот. В Epic мы смотрим то, что, типа, хотим обработать такой экшен. Берем, вызываем наш сервис, который сходит в опишку. Вот. Он идет в опишку, возвращает нам результат. Если успешно, мы на выходе возвращаем то, что, типа, логин success action. То есть, типа, все хорошо. Вот. А если нет, то возвращаем логин error action. То есть, по сути, запускаем какой-то процесс с помощью start action. И смотрим, выполнился ли он, не выполнился. И отдаем либо error action, либо success action. То есть я так понимаю, что в итоге вся асинхронность сохраняется внутри middleware. И там дальше ее нет. Да. Она может быть и вне, но вот как раз-таки в middleware будет вся наша бизнес-логика. Вот. Чтобы у нас было все чисто. То есть, по факту, вход в экшен и выход в экшен. Да. Да, да, да. Ну, если… И все это написано в реактивном стиле. То есть нужно быть знакомым с Erics'ом, чтобы это понять. То есть… И как раз-таки вспоминая редюсеры. Помните, у нас есть, допустим, тот же чат редюсер. Вот. Есть такой же и чат Epic. То есть, который выполняет как раз-таки действия этого чата. Типа прайс, сообщения и так далее. Вот. То есть, Epic, они тоже развиваются на такие маленькие композитные части, которые в итоге обняются в рутовую Эпику. То есть, именно рутовая Эпика принимает на вход вот эти экшены. То есть, логин стартед экшен отправили. Она такая, всем Эпиком отправила это. И Эпика авторизация так как говорит, ага, да, я могу это экшеном работать. И отдает нам экшен результата. А другие ничего не сделали, потому что им не нужно экшен. Ага, то есть, может случиться ситуация, когда две Эпики будут обрабатывать одной. Да. И это вполне нормально. Это так и может быть. И это, ну, бывает нужно. То есть, концепция очень мощная на самом деле. То есть, когда приложение стартует, у нас как раз-таки вот этот слой с Epic поднимается. И он работает всю жизнь приложения. То есть, отправляем экшены, получаем результат. То есть, в этом его смысл. То есть, это по факту набор мультиплексоров у вас поверх штатных мультиплексоров. Если бы я был знаком с этим термином, я бы сказал, да. Ну, это базис как бы. Ну, ты сам я сравнивал тогда мультиплексор вот это все. То есть, по факту, да, примерно то же самое. Как обычно сделают и так. Да. Вот. У меня, наверное, такой вопрос. Я его сразу задам. Давай. Как вот эта штука связана с тем, что ты рассказывал про архитектуру мультиплексов. То есть, вот те компоненты, где они здесь. Вот. Да. Это хороший вопрос, на самом деле. Ну, давайте вспоминать. Вот как раз middleware, о чем я сейчас рассказывал, да. Вот эти вот эпики. Эпики – это middleware. Почему они называются эпики, а не middleware? А! То есть, потому что middleware, на самом деле, это концепция. Ну, то есть, нам-то понятно, потому что и store, и редюсеры – это сервисы, и middleware – это приемы. Ну, middleware – это эпики, да? Да, да, да. А редюсер – это редюсер, вот здесь. Да. То есть, я сейчас расскажу, где сервисы кроются. То есть, middleware – это эпики, которые вызывают сервисы. А эти сервисы уже взрывают компоненты core слоя. Типа, баз данных, API-шки и так далее. Вот. То есть, ну, здесь даже API-шка нарисована. Вот, по сути, между middleware и API-шкой есть еще несколько слоев. Ну, здесь такая базовая схема. А редюсеры делают? Рядом лежат. То есть, экшн, когда диспатчится, он впадает в два места. Вот впадает middleware, то есть, типа, если есть какое-то синхронное действие, которое должно выполниться, оно будет выполнено в middleware. Вот. После этого экшн попадает в редюсер. То есть, если нам нужно изменить наш стейк как-то, то мы на этот экшн среагируем и изменим наше состояние. И после этого обновится вьюшка. То есть, допустим, опять-таки, на примене логина. Вот мы на вьюшке нажимали кнопку, типа, авторизоваться. После этого мы создали экшн, логин. Старт экшн. Блин, я воды хочу. Пожалуйста. Кто-нибудь помогите. Я за рулем. Спасибо. Оставить. В общем, создали мы логин старт экшн. Задиспатчили его. Этот логин старт экшн попадает в middleware. Там его хватает эпика авторизации и вызывает сервис авторизации. То есть, типа, в опишку идет. При этом, логин старт экшн также попадает в редюсер. Изменяет состояние запроса в редюсере. То есть, в нашем дереве стоит то, что, типа, у нас запросы выполняют. Спасибо большое. Вот. И у нас на бьюшке как раз начинается прелоудер крутиться. То, что у нас запрос идет. При этом в middleware у нас завершается этот запрос и нам возвращается логин success-экшн. В этом случае экшн также попадает в редюсер. Там изменяется состояние. То, что у нас этот запрос прошел. Вот. И падает на бьюшку. А бьюшка следит за тем, что мы задиспатчили логин success-экшн. И мы переходим на следующий экран. То есть, редюсер, получается, все экшн через себя выпускает или нет? Да. Именно состояние приложения. А вот, кстати, интересный вопрос. Оно попадает в middleware, потом в редюсер. А есть возможность этот экшн на уровне middleware запретить ему идти дальше? То есть, как-то его прерывать? Нет. На уровне middleware ты не можешь запретить. Этот экшн в любом случае пойдет в редюсер. Нет. Ага. Окей. Но middleware ты можешь на него не реагировать. Ну, это я понял. Хорошо. Вот. Возвращаемся. И теперь посмотрим эпику на примере. На примере кода. Вот у нас есть эпика. То есть, connection это у нас в приложении есть рекомендация, а есть типа connection, с которым вы уже сказали то, что да, я хочу общаться. Вот это connection. То есть, эпика, опять же, это функция. На вход она принимает поток экшнов и принимает состояние приложения. То есть, store. Вот. Мы что делаем? Мы говорим то, что мы хотим обрабатывать экшн. Get connection start action. Вот. Мы эпика будете его ловить. Все остальные экшны ей безразличны. Что дальше происходит? Вот у нас есть этот экшн. В экшне могут совершаться какие-то данные. И в качестве данных у нас там ID-шник вот этого connection, вот этого человека. Мы берем наш сервис и говорим то, что типа, дай нам вот этого человека с каким-то ID-шником. Он идет в сеть, выполняет запрос, нам возвращается результат. Соответственно, когда результат возвратился, вот наш респонс, мы его превращаем в success action. Вот. А если ошибка, то мы его превращаем. Здесь интересный вопрос. А зачем эпики знать про store? Потому что иногда тебе нужно в текущее состояние приложение знать. И в этом случае ты можешь через store его достать. То есть не совсем чисто получается. То есть какое-то состояние оно все-таки использует. Ну понятно, что он приходит снаружи. Эпики – это не чистый компонент. То есть если редюсер – это чистая функция, то эпики – это как раз-таки вся асинхроничная, все грейсы находятся там. Так. Слушай, сейчас вопрос. А у нас, если сообщение исходит от эпика, оно дальше в редюсер идет, мы не можем его опять на другое эпику перенаправлено? Оно будет на самом деле перенаправлено. То есть любой экшен, который мы выпустим из эпики, он попадет и в редюсер, и в эпику тоже. То есть, но при этом обычно как происходит то, что у нас есть стартовый экшен, в котором мы запускаем какие-то процессы. А экшен уже генерирует экшены и результаты. Саксесс или Error Action. И обычно не нужно делать так, чтобы экшен, который эпика выплюнула, чтобы ты его еще раз обрабатывал. Но в большинстве случаев так не придется делать. Короче, криво руки, рукой рук может это зациклить. Да, ты прав абсолютно. То есть можно выстрелить себе в ногу, допустим сказать то, что типа я обрабатываю логин Саксесс Экшен и ничего не сделать. В этом случае у тебя логин Саксесс Экшен вошел и вышел. И соответственно у тебя эпика вот так вот до конца крутится и все, у тебя приложение встало. Это легко обнаружить. Скажи про интерфейс Экшен. Просто зависло, то есть у тебя ничего не... Либо будет реагировать, но медленно. То есть у тебя очередь событий, да, в твоих UI. Нет, если UI не перерисовывается, мне кажется она просто в фоне будет сжирать память и все вот эти получения. Она будет сжирать CPU, то есть память она не будет сжирать. Согласен. Ну эти баги приложения зависло. А потом вот по рукожопу какие-то люди пишут, что флаттер тормозит. Я лучше на нативе. И поскольку мы сейчас обсуждаем архитектуры, то конечно нас интересует тема тестирования, типа что вообще и как тестировать. Вот. Что мы будем тестировать? Мы будем тестировать естественный middleware, потому что это наша бизнес-логика. И мы будем тестировать наши редюсеры. То есть то, как мы меняем наш стейк. Все остальное тестировать не нужно. Store это компонент, который предоставляется нам редакцию. То есть он без этого работает хорошо. Интерфейс. Есть, конечно, типа компании, которые тестируют, пишут автоматированные тесты на интерфейс. Вот. Мы не из их числа пока. Экшены это просто объекты, их нет смысла тестировать. Вот. То есть тестируют мы должны на middleware и редюсер. К этому middleware тоже нет. А, ты сейчас. Да, я сейчас подробнее рассмотрю. Вспоминаю, что такое редюсер. Редюсер это чистая функция. Чистые функции тестировать максимально удобно, потому что у тебя есть вход, есть выход, все. Ты никуда больше не пойдешь, потому что чистая функция. Вот. По заветам Акевнина мы должны тестировать полностью приложение. Что это значит? У нас есть наши редюсеры, которые отвечают только за конкретный участок. То есть, допустим, чат редюсер, ауф редюсер и так далее. Вот. Но мы сразу можем тестировать наш рутовый редюсер. И тогда мы будем знать точно то, что состояние наше, в зависимости от этого экшена, будет изменено таким образом. То есть мы тестируем изменение всего приложения сразу. Вот. Это, короче, круто. Вот. Давайте посмотрим на примере, как это делается. Вот у нас, у нас есть типо стоит наш, изначальный. мы создаем старт экшен и в него придаем креденчала. После этого мы у root-редюсера вызываем метод reduce и передаем туда наш текущий state и наш экшен. то есть логин, логин старт экшен. Вот. И что происходит? Мы смотрим, типа, как наше состояние изменилось. Мы смотрим то, что состояние этого запроса изменилось. Nine progress. То есть то, что мы стартовали это действие. Мы проверили то, что это именно так и работает. Вот. И success error action примерно такая же ситуация. То, что мы создали success action. то есть вот наш стартовый экшен, мы его закончили и сказали, и вот это вот данные, которые в нем будут в результате, которые в нем будут лежать. Вот. Проверяем. Мы этот экшен выполнили редюсером. И смотрим то, что состояние изменилось. Вот. R action на та ситуация. То есть есть вход, есть выход. Никакой асинхронности там нет. Очень просто. Теперь рассмотрим более сложный пример. С middleware. То есть как его тестировать. Начнем с корслоя. То есть опишку мы не тестируем, естественно. Компоненты, которые уже готовы, которые мы используем, то есть типа shared prep, базы данных и так далее, мы не тестируем. Потому что это уже готовый компонент. То есть мы им доверяем. Мы тестируем только то, что пишем сами. Вот допустим мы токен менеджер написали, который сохраняет эти токены и возвращает нам. Вот мы можем ее протестировать. Таким образом получается корс слой у нас полностью протестирован. Потому что сторонние компоненты мы считаем то, что они протестированы. Наши компоненты мы тестируем. Дальше идем на уровень сервисов. Сервисы это наши бизнес-слой. Их полностью мы должны протестировать. Типа не работает правильно. То есть по сути как протестировать сервисы. Мы мокаем наши зависимости, которые мы передаем в эти сервисы. То есть допустим у нас есть опишка. Мы мокаем эту опишку. И допустим по запросу. Возврати нам такой ответ. Возвратим. Вот. То есть мы замокли на опишку. И допустим в сервисе авторизации проверили. Типа когда мы логин вызвали. Типа что нам пришло. Там и так далее. Там будет еще примерно этого. Вот. То есть сервисы мы протестировали. Мы протестировали наш бизнес-слой. Дальше. Но нам нужно протестировать то, как будет работать наше приложение. А наше приложение как работает? То, что мы в рутовую эпик передали экшн. Рутовая эпика отослала всем другим под эпиком экшн. Те эпики, которые нужно было обработать этот экшн. Они это сделали. Они вернули нам другие экшн и результаты. И мы такие должны проверить. Типа. А те ли нам экшн? То есть если нам вернулись те экшн, правильные наши результаты, то в таком случае мы решаем то, что наше приложение, наше бизнес-слой работает правильно. То есть потому что импейс так и будет взаимодействовать со своим бизнес-слой. Он будет передавать экшн и будет ожидать какие-то экшн. Вот. То есть если мы на входе даем экшн и на выходе получаем те экшн, которые мы ожидаем, то наши бизнес-слойки работают правильно. Давайте посмотрим, как это работает. тестирование эпики. Первой строчкой мы мокаем и наши зависимости. На следующем слайде это будет показано, как мы мокали, допустим, опишку, там еще какие-то сервисы, если нужно. После этого мы указываем, какие экшены мы будем передавать на вход. То есть здесь в данном случае тестируем логаут и сдаем экшн. Передали экшн логаут, то есть это наш вход. После этого мы запускаем нашу эпику и ожидаем на выходе то, что нам будет возвращен логаут. Соответственно, вот этот вход-выход мы проверили, но хотим идти дальше и мы хотим узнать, как сервисы были вызваны эпикой. И в этом случае мы как раз таки проявляем то, что типа проявляем вызовы. То есть при выполнении success-экшена какие сервисы были вызваны, на какие зависимости. Мы здесь смотрим то, что вызвался токен-менеджер, какой-то метод у него, из преференсов у нас все почистилось, и из интеркома мы вышли. То есть мы проверили то, что типа мы вызвали за счет вот этого экшена вот эти вот действия. А дальше мы проявляем то, что больше у преференсов мы ничего не вызвали, у токен-менеджера мы больше ничего не вызвали, у интеркома мы больше ничего не вызвали. А вот с этими сервисами мы вообще не взаимодействовали, потому что они нам были не нужны. Вот. То есть, еще раз повторю, типа как строится тест эпики. Мокаем зависимости, делаем на входе экшена, запускаем эпику, смотрим, какие на выходе экшены были, потом смотрим, с чем мы вообще взаимодействовали, с какими сервисами. Вот условия, где они взаимодействуют будут просто типа визуально. Ну то есть понятно, что там кто-то с этим нет взаимодействия, то есть это не боится. Ну если ты пишешь по ДДД, да, ты сначала такое считаешь, что да, в опишку мне не нужно сходить, и ты пишешь. Вот при этом экшене я не хочу идти в опишку, то есть я буду проверять то, что я не хочу в опишку. И то же самое с баз данных. То есть я считаю, что я не буду в баз данных ходить по этому экшену, и пишешь то, что я не хожу в баз данных. Типа сложно, например, потом человек такой приходит, он не знает внутренние логики, как оно работает. Например, у него сломался тест, и он такой, блин, должно ли он ходить в базе или не должно? И это уже человеческий фактор, и с этим ничего не сделать. То есть если человек не понимает, что он делает, то он везде совершит ошибку. Здесь, кстати, как со синхронностью учиться за счет моков, или есть какие-то вот подкапотные штуки? В общем, вот этот вот код, который вы видите, на самом деле я написал свой мини-фрейбор тестирования Epic. Вот. И в чем он заключается? С моками мы знаем время ответа, которое будет происходить. То есть, ну, моки там за миллисекунды, за микросекунды ответят, да? И поэтому я считаю то, что за 50 миллисекунд все действия будут выполнены. И вот Run Epic как раз таки и ожидает 50 миллисекунд, и все экшены, которые за 50 миллисекунд вылетели, он будет сравнивать. То есть, грубо говоря, если у тебя есть там целая цепочка экшена, ответ, экшен, ответ, экшен, ответ, то там тоже надо будет четко спилить. Нет, ничего не придется. То есть, моки же быстро отвечают. То есть, как ощущается синхронный код тестируется? Он может тестируется по таймаутам. Да. Вот мы как раз таки таймауты используем для тестирования синхронного кода. То есть, не пробовали делать что, ожидать ответа какого-то, именно что он пришел, и не ожидать по времени? Так не получится, потому что Epic — это long running процессор. то есть, типа, они не завершаются, они живут все в свое время. И поэтому мы, то есть, вот шкала времени, да, и моки ответят вот за такое время. И, ну, экшен обработают там за часть миллисекунды, а мы ожидаем вот столько. Соответственно, все, что нам пришло за вот это время, мы как раз таки и будем сравнивать с нашими результатами. Вот. То есть, ну, такой алгоритм у нас. Ну, и как примерно выглядит моки? То есть, здесь мы говорим то, что, типа, когда будет вызван метод getPushToken у preference, верни такое-то значение. Или, допустим, когда будет у API вызван метод с таким-то аргументом, верни такой-то ответ. То есть, в данном случае мы говорим то, что, типа, когда будет вызвана API документ, то верни ошибку. Нам ошибка вернется в наших тестах. Вот, например, так работает. Подожди, еще немножко про архитектура. Он стоит, он в итоге один на все приложение, или бывают кейсы, когда его разделяют на какие-то там блоки или еще что-то? Есть, короче, редакция архитектуры, есть флакс архитектуры. Вот редакция – это когда Store 1. И когда, типа, у нас в приложении есть прям на микро такие приложения разбиты, грубо говоря. Вот. Ну, типа того. Но в большинстве случаев это просто не понадобится, потому что, ну, типа, это довольно оверхат. То есть, в том плане, мы не пишем такие огромные, большие приложения, как Facebook, допустим. И нам это не нужно. Еще вопрос про архитектуры есть. Вообще, мне до конца непонятно, какую проблему сами по себе эпики решают. То есть, например, подход Relay, да? Он вполне себе может стать на место эпика и будет работать даже быстрее, просто потому что съест меньше тактов. В чем выигрыш эпики? Ответственность эпики – это связать все наше приложение с уровнем бизнес-логики. То есть, мы с интерфейсом можем диспатчить наши экшены. Мы из вообще любого места приложения можем диспатчить экшену. То есть, допустим, нам пуш пришел, мы хотим что-то сделать. Мы делаем экшен, эпики его ловят, выполняют действия, которые нам нужны. То есть, как раз таки, эпика – это связующее звено между бизнес-логикой и нашим приложением. Стоп. Бизнес-логика, она все-таки в середине приложения находится. От аппаратной до UI части. Ну, смотри, ты можешь со мной согласиться, что бизнес-логика приложения будет лежать в сервисах? Да. С сервисами взаимодействуют только эпики. И получается то, что любое взаимодействие с сервисами может произойти только через эпику. То есть, эпика – это наш стандартизированный интерфейс взаимодействия с нашей бизнес-логикой. Да, но смысл в том, почему именно оно так работает? Почему это, грубо говоря, мультиплексы? То есть, грубо говоря, цепочка, поток вот таких вот экшенов. А почему, опять же, почему не реле? Ага. Вот. Меня вот это вот беспокоит. То есть, ну, зачем мне, зачем вот такая схема именно применена? Какую проблему она решает? Вот я это хочу понять. Хорошо. Смотри, короче. Чтобы в редакции сделать какое-либо асинфронное действие, нам нужен middleware. Вот. И в качестве middleware лично мы выбрали эпики, потому что они представляют очень хороший стандартизированный интерфейс взаимодействия с бизнес-логикой приложениями. Вот. И именно поэтому, то есть, эпики — это middleware. Мы их используем. Вот этот вот middleware, он может быть разный. Можно разный middleware использовать. То есть, вот мы выбрали именно эпики, и они очень хорошо работают. Ну, для нас. Ну, то есть, по сути дела, вся задача эпиков — слушать все, откуда можно, откуда нельзя. Да. И уже передавать вот эти экшены на уровень сервиса. Ну, стоп, а зачем тогда вообще такая возможность нужна? То есть, грубо говоря, вот есть у нас экран, грубо говоря, он отжил свое, помер. Ему уже половину экшенов слушать не нужно, но при этом эфики их дальше будут обрабатывать, тратить ресурсы. Да. В общем, ты вот эти действия, ты можешь их прерывать. То есть, если у тебя экран твой закрыт, то ты можешь выбросить cancel action и отменить твое действие. А с эпиками что произойдет? Они же все равно останутся? Эпики все равно же будут жить. То есть, здесь как раз-таки ты вскрыл очень хорошее отличие, то есть очень важное отличие. Эпики, они живут у нас все время. Если мы закрыли экран, у нас результаты все равно будут нам возвращены. Если хотите отменить действие, отмените это явно. То есть, это, по сути дела, реализация такой отказоустойчивости? По факту. По сути дела, да. То есть, в общем, часто так бывает то, что пользователи закрывают экраны, хотя нам не нужно, чтобы они их закрывали, хотя мы ждем, пока это действие будет выполнено. Вот. И в этом случае мы как раз-таки и не получим результат ответа, который был получен. То есть, потому что у нас экран сдох, у нас сдохла обработка. Вот. В данном случае такого не произойдет. Эпики живут всю жизнь приложения. И, соответственно, это действие будет обработано. А если мы вдруг хотим отменить это действие, мы сделаем это явно. Спасибо. Мой вопрос. А не вы выбираете это лишнего приложения? То есть, постоянное движение за ненужными действиями? Вот. Вспоминаем, что из себя представляет Эпики по сути. Вот у нас есть наш поток экшенов, да? То есть, это тот же самый Rx. Если ты используешь Rx-приложение, это то же самое. То есть, если мы с какого-то же экрана уходим, мы отписываемся диспособ. Как вы делали? Мы добываемся там, что маршрут. Здесь мы не можем спосить и постоянно отстреживать. Я понял тебя. То есть, типа, проблема ли в том, что мы слушаем, какие экшены мы хотим обработать? Это, ну, я согласен с тобой, что, типа, в этом есть какая-то проблема. То, что мы слушаем слишком много. Но мы не видели проблем с производительностью в нашем случае. В этом случае не было. Паш, когда ты последний раз оптимизировал приложение? Вчера. В каком месяце ты его оптимизировал? Не помню. С констраинтов на фрейм и переписал TableU, наверное, какой-нибудь. Да. Ну, он андроид, но похожая ситуация. Я про то, что, скорее всего, там либо адресовт какая-то, то есть не основной процесс бизнес-логики. Но я это как-то постоянно вижу, чтобы не произошло там лаги, лагов, писаний. Но, в общем, то, что ты об этом заботишься, это очень правильно. И в данном случае нам нужно вспомнить то, что вот этот вот эпики – это очень такие композитные штуки. И мы, по сути, мы можем написать код, который будет отключать какие-то эпики. Вот. Это тоже возможно. Если вдруг такая ситуация понадобится, пожалуйста. Вот. Ну, у нас даже в платформе эта штука есть, на самом деле. Вот. Мы просто ее не используем. Другой вопрос. А проблемы поиска причинно-следственных связей не возникает, когда у тебя много эпиков, они ловят одно и то же сообщение, и ты начинаешь теряться, а у тебя почему потом какие-то последствия происходят? Ну, то есть у тебя много эпиков ловят стейт, после этого много сообщений отправляют редьюсеру, начинают лезть в этот стейт все вместе, и потом происходит непонятно что. Изменение стейта происходит синхронно. Это первое. Во-вторых, в чем плюс вот это вот middle way в качестве эпиков? То, что мы любые наши действия можем залогировать. То есть пришло нам такой-то экшен, и мы логируем экшен, который нам пришел, и логируем экшен, который вышел. То есть мы всегда знаем, какие экшены происходили, и, соответственно, можем понять, типа, а вот какие эпики вообще самодействовали с ним? Вот. Это первое. Вот. Так. Как отлаживать, да, ты вот это спросил? Ну, да, как потом найти? Есть ли проблемы найти потом по оброшенному экшену, откуда он был брошен и куда он придет? Теористически такая проблема возможна. Но на практике у тебя одна эпика будет обрабатывать с этим экшен. Ну, то есть по факту ничем это не ограничивается. И, например, запретить, чтобы пять эпиков выкидывали одно и то же событие мы не можем. Нет, нет, не можем. Но мы можем все протестировать и посмотреть в типа это. Ну, вообще, это как бы проблема не эпиков, это скорее проблема реактивщины. То есть, когда у тебя есть реактивщина, у тебя всегда возникают подобные проблемы или могут возникнуть. Надо тщательно за этим следить. Да, согласен. Так. Что, ну, поговорим про библиотеки тогда. Ну, первое хочу сказать то, что у Flutter реально большое с комьюнити. 76 тысяч. Вот, если вы посмотрите, да, 76 тысяч звезд на GitHub. То есть, ну, если, конечно, с языками это сравнивать сложно, но, допустим, то есть у Kotlin там 29, у Swift почти 50. Все пакеты находятся на этом сайте, так что если вдруг вам захотелось проверить, а типа есть ли этот пакет, вы можете зайти на этот сайт и посмотреть именно конкретный пакет, типа есть или нет. Вот. Лично мы, я бы не сказал то, что мы столкнулись с тем, чтобы не было какого-то пакета, который нам очень нужен. Единственный пакет, который там нет, это Реал. Вот по нему мы очень скучаем. И, но в Dart 2.5 появилась возможность взаимодействия с C-шным кодом. И, соответственно, вроде как, типа по слухам, Реал, типа скоро это сделает. Ну, и как скоро это тоже непонятно, но... По каким фазами данных вы используете? Во Flutter используется SQL, да. Да, там есть оберки, которые умеют следить за тем, что в базе изменилось. Нет. Нет. Мне больше какого-то пугает, насколько они поддерживаемые библиотеки. Потому что это... Многие из JavaScript-комьюнити приходят, они любители там на каждый плевок фреймворк делать. Да. И тут так же или... В общем, типа есть базовый пакет SQ-Flight. Вот. Это пакет, который либо сам Google сделал, либо кто-то... Ну, кто-то серьезный. И, в общем, он хорошо поддерживается. Над ним есть уже оболочки, типа Moor. Ну, либо, который умеет отслеживать то, что в базе изменилось. Вот. И выдавать нам, соответственно, события. А если это не традиционный баз данный? Или еще, может быть, аналоги? Ну, Firebase, насколько я знаю, есть. То есть, нет, нет вариантов. Только локальные базы. KVALUE базы? Какие-то. То есть, это... Ну, тебе KVALUE именно интересует, да? Что мы по ключу что-то положили и что-то вытащили. Ну, что-то более серьезное, чем Shared Preference. Ну, в принципе, да. На самом деле, короче, есть обертка, которая оборачивает реал. И который позволяет использовать реал, как KVALUE Storage. Вот. Если заморочить, можно его использовать. Она работает. Она работает через channel. То есть, по сути... Так, ну, во-первых, что такое channel? То есть, Flutter взаимодействует с нативной платформой через channel. То есть, посылается сообщение в сторону нативки, посылается сообщение в сторону мира Flutter. И, по сути, вот та обертка, которая с реалом работает, они как раз таки посылают эти сообщения в нативный мир. Там кладут что-то в базу, берут что-то из базы и через channel. Ну, да. То есть, в данном случае, типа, это плохое использование. Короче, нужна база данных, используйте SQLite на данный момент. Нужно KVALUE использовать Shared Preference. Если говорить об SQLite, что там с формами? Типа, оболочки вот эти? Ну, то есть, именно... Как раз таки я вот упомянул библиотеку Moore, которая оборачивает вот эту библиотеку SQLite и делает API более удобной. И ты, по сути, описываешь модельки, вот, ну и отслеживаешь изменения в базе данных, общаешься с базой данных через вот этот вот, через эту любую Moore. Ты можешь ее загуглить и посмотреть, как она выглядит, какая у нее API возможности. Ну, то есть, судя по описанию, там функционал близкий к Chrome, получается. Да, да. У меня такой вопрос есть, как бы, по верстке. В Android, например, это верстка XML. Ватер — это верстка в стиле сложного, не помню, на... Декларативный UI. Да, декларативный UI. Ага. Сколько сложнее писать на декларативном UI, чем на XML. Я бы... Я бы перефотировал, насколько легче, на самом деле. То есть, в чем фишка? Как тонко я смогу выстроить констрейт или что-то, что-то, что-то маржин, чтобы все это двигалось, чтобы все это точно позиционировало. Чтобы доказать то, что, типа, это рабочая концепция, нужно вспомнить React и вспомнить то, как React распространился по всему фронтенду, да? То есть, это, по сути, основной фреймворк, который движет нашим фронтенду. Вот. И, по сути, вот эта вот концепция реакторская, она используется и во флаттере. Если вы посмотрите документацию, они так и пишут. Мы вдохновлялись React, и поэтому сделали такую опишку. Вот. И, действительно, это просто. То есть, ты свой интерфейс делишь на компоненты переиспользуемые, и эти компоненты используешь уже в самом приложении. Мы продвинулись чуть дальше, я потом расскажу, типа, как мы это делали. То есть, как бы, свой мозг не сильно нужно переключать, да? Придется, наверное, его переключить, потому что, если ты использовал констрейнты, то это совсем другой способ. То есть, когда ты говоришь то, что вот этот элемент зависит от этого элемента, от этого элемента, и ты выстраиваешь эти отношения между ними, между этими элементами. Вот. во Flutter ты устраиваешь отношения за счет вложности, то есть ты говоришь, что у тебя есть родитель, растянись по всему родителю, растянись там так-то, так-то. То есть если вспомнишь там Relative Playout, хотя даже не Relative Playout, я знаю. Потому что проблема производительности, а не потому что... Ну все-таки это не Relative Playout, а это ближе к Linear Layout, то есть ты по сути иерархию строишь свои компоненты. Это аналогично дальше, кроме Linear Layout. Да. Даже фейн, наверное, в Linear Layout все равно относительно на том, чего в него зависимость выставили. Ну да, то есть Linear Layout это по сути грубо говоря стэк, то есть вы вложите всех компонентов стэк. Во Flutter у вас есть множество возможностей. То есть вы можете друг поверх друга вложить компоненты, там, либо опять же стэк их вложить. То есть это все настраивается. Да, если ты не делишь на компоненты, у тебя и получится вот эта большая вложность. А если ты делаешь на переиспользуемые компоненты, эта вложность как раз таки будет адекватная и хорошо читаемая. Вот, это как раз я реально хотел показать. Типа сколько он лайков выбрал. Лайкните тоже, пожалуйста. А что там по ГИСАМ вообще? Не услышал. А сколько у тебя поддержка есть? Не услышал, можно еще раз? По геоинформационным системам там что? То есть карты, местоположения, геозоны, вот это вот. А я, короче, написал эту приложеньку и я хотел вам показать. Вот, я даже покажу ее на самом деле. То есть я использовал гугл карты, геопозицию, вот, и хорошо работало. Давай. Вот. Да. Continuous integration. В общем, Flutter офигенно интегрируется в текущие системы. Многие системы его поддерживают. Да и что там поддерживать? По сути, это просто все взаимодействие с Flutter это набор консольных команд. Это просто эти команды вызываешь. Здесь я хочу показать, типа, что мы делаем. Ну, первая наша концепция в Continuous integration это то, что мы не хотим привязываться к конкретному сервису. Поэтому мы используем FastLive. То есть мы пишем FastLive скрипты, типа, как собрать наше приложение. Вот. И что мы делаем в Bitrise? В Bitrise мы, ну, собственно, у нас запускается наша джоба. Мы, ну, ставим Flutter, запускаем Linter, смотрим то, что в нашем коде нет никаких ошибок, нет никаких варнингов. То есть это на себя и проверяется при пушах. Вот. Прогоняем все тесты. И, собственно, собираем iOS-приложение, Android-приложение. То есть сборка обоих приложений занимает полчаса у нас. Здесь, короче, должен быть слайд про GitHub. В общем, Дэнчик написал классную штуку, когда ты коммитишь, у тебя прогоняются тесты и прогоняется аналайзер. И ты точно знаешь, что ты не закоммитишь, ничего плохого. Слушай, а вы эти кухи шарите или каждому копируете один? Вот, короче, мы хотим решить эту проблему сейчас. Вот мы думаем, как это сделать. В 16-ом я так натыкался и я так не понял. В общем, я думаю то, что мы их встроим в платформу и будем их копировать за счет одной команды. Типа в каком я написал эту команду. Типа в каком я написал эту команду. Типа в каком я упростить это максимально. Вот. И я хотел еще поговорить о том, куда мы идем в нашей разработке с Platter. Вот. В общем, мы движемся в сторону модульной архитектуры. Прям супер модульной архитектуры. Давайте снова смотреть снизу вверх. То есть на нижнем уровне у нас есть core слой наших компонентов. То есть, допустим, вот эту всю архитектуру, то есть мы сделали компонент, который представляет нам уже настроенный архитектурный модуль, который мы можем использовать. И мы его можем использовать как в приложении, так и в других подмодулях для того, чтобы как раз таки обеспечить вот это единообразие архитектурное. Вот. Этот модуль мы сделали уже. Control Panel. Часто бывают такие штуки, когда нам нужно в приложении что-то изменить. Вот. И вы, наверное, сто раз видели какие-то дебаг-панели, которые типа в нативных приложениях есть. То есть тоже подключали, наверное, что-то подобное. Типа серваки менять и так далее. То есть вот как раз таки мы сделали то же самое. И мы в этой Control Panel умеем там прокси делать, умеем включать демо-режим, запросы все видим. Ну, я покажу скриншоты, там будет понятно максимально. Что еще мы делаем? В общем, мы очень ответственно относимся к тому, как устроим UI наш. И вот этот UI, чтобы мы максимально модульно его сделали из компонентов, мы сделали собственный набор, во-первых, виджетов, то есть вот этот UIKit. И, во-вторых, UIKit это штука, которая нам помогает эти компоненты писать. То есть у компонента есть разные состояния. И мы, короче, мы что делаем? То есть мы вот этот компонент... У нас страница есть. На странице есть один и тот же компонент, но в разных состояниях. И, собственно, когда мы пишем вот этот вот компонент, разрабатываем... Вы же помните то, что в Applater есть код Reload? То есть как только мы изменили вот этот компонент, сохраняем наш код, у нас сразу же компонент во всех состояниях перерисовывается. И мы сразу же видим, типа, что будет происходить в монетах в разных состояниях. Одинаково работает. Стейты в андроиде не сохраняют свое состояние. Смотри, короче... Если возвращаешься на стейку, в андроиде живут внутри. Да, но там все рисуется на одной активите. И, соответственно, эта активити всегда живет на андроиде. И эта активити не умрет. То есть сколько в экранах не было всегда одного активити? Да. То есть они сделали свою навигацию. Им не нужна нативная навигация. В данном случае для Applater это оптимально. Потому что зачем использовать абсолютно разные решения для навигации, когда ты делаешь мультиплатформенный продукт. То есть, в общем, у них есть свой навигатор, в котором ты можешь добавлять экраны, то есть кушать, реплейсить экраны. Ну, короче, все то, что нам нужно по навигации, у них есть. Тут, наверное, речь не о том. Flutter же это просто нативное приложение. Смотри, короче. Flutter-приложение представляет из себя одно целое. Вот когда андроид-приложение запустилось, в нем запустилось еще и Flutter-приложение. Android-приложение умерло, умерло это Flutter-приложение. То есть их жизненный цикл синхронизирован. То есть нет проблемы то, что там типа у андроида умерла Activity, и у нас в Flutter-приложении что-то сломалось. Такого нет. Вчера полностью все на Flutter уходит. Ты просто запускаешь как бы под капотом, чтобы оно показалось и дальше в Flutter. Ну, наверное, вопрос тогда дизайнеру, что он с компонентами, которые... Да. В Flutter пока что у меня есть. Как и дело стоит на Flutter с бэкграундом какими-то сервисами? То есть можно ли их там спустить, например, в Android или iOS или нет? То есть мне, например, нужно что-то сделать, чтобы их на фоне работать даже после закрытия вложений. Да. В общем, в этих случаях. То есть в данном случае мы должны рассуждать о конкретной фиче какой-то. В данном случае мы будем использовать как раз таки пакет, который уже либо готов, либо напишем сами и будем взаимодействовать с нативной частью. То есть получается все сервисы, весь фон, весь бэкграунд, он на нативе лежит? Да, да. В принципе логично, бинар постоянно держать загруженном нельзя. Так. Мы с ЮАем, получается, рассылка с ЮАем отзнаковыми на облике. Да. У меня есть андроид вот такая сторона. У нас были какие-то платформные различия вообще? И ты сказал про то, типа, если ты хочешь, чтобы ЮАй отличался и там и там, то у Flutter есть, типа, библиотека для материала с виншетами и библиотека для iOS с виншетами. Еще последний вопрос, как авторизоваться в вашем приложении. Ааа, вот это вот суперсложно, ты там не зарегаешься без одобрения. Но ты можешь использовать аккаут Mobile Plus 125. А там это, подожди, подожди, там же запись будет. Лучше потом он пришел исследовать. Ну, короче, да, я тебе потом подойду и... Вот. Хотелось посмотреть, чтобы вдруг какой-то вопрос это не будет. Ага. Ну, вот можешь ребят потом спросить, что... Да, кстати. Денис, да. Давай, пожалуйста. Все, продолжаем. Сейчас надо легко все внимание принимать. Вот. Давайте дообсудим этот момент как раз с модульностью, да. То есть вот у нас есть базовые пакеты, на которых у нас приложение строится. Вот про эти ты немножко сказал, то, что это пакет для как раз написания компонентов, чтобы ты сразу видел то, как у тебя продолжение будет выглядеть, как эти компоненты в разных состояниях будут выглядеть. Вот. Модуль скеширования, то есть это... Это та штука, которую мы еще не писали, и пока мы не знаем, как она будет выглядеть. Ну, просто типа, это штука... Ну, вот нижний слой, я бы начал то, что вот здесь будет код, который мы будем переиспользовать. Вот этот базовый. То есть для работы сети, там для работы с кэшом. Следующий слой — это уровень фиш. То есть мы считаем то, что некоторые фиши можно будет переиспользовать. То есть, допустим, если... Другой пример. Заказчику пофиг, как будет выглядеть чат, а мы уже чат написали. Берем, подключаем этот модуль, у нас есть готовый чат. Вот в плане таких фичер-модулей здесь имеется в виду. Ну и, собственно, уровень приложения — это то, что разные приложения будут использовать различные модули. Ну, уже готовый модуль. Короче, вы хотите конструктор приложения? Типа того. Типа того. То есть мы уже начали, но я считаю то, что у нас есть в этом успехе. Можно вопрос? Да, конечно. А есть какие-то минусы? Как у лакера. У меня одного из фиксов нативные. Во-первых, если вы писали на Сифтель на Котлине, и когда вы переседите на Дарт, то такие, блин, а что-то фичей мало, а я там хочу на лоббилии, или там не хочу экстрактуры. Так, дело не для тех, кто фирма, а дело в печах языка, то есть... То есть ты запятой постоянно пишешь. Да. Ну да, про сахар — это первое. Привет, привет. Так, второе. Пацаны, помогайте. Что вам нравится? Отсутствие нормального дебаггера, например, если в андроиде можно импорт, а в дебаггере используется либо блоки кода целый писать, то во флаттере так нельзя на строчный момент. Состояние переменных? Можно смотреть, да, конечно. На этом уровне это можно. Ты можешь строчку кода выполнить, то есть в студии есть Evalet expression, и ты там можешь написать все, что угодно, насколько я понимаю. Ну, мне все же угодно, что в скулпе есть, вот импорты все в этом скулпе переменные. Ну вот, там победнее с этим. Потом еще некоторые особенности есть. Вот там смотришь в библиотеку — чего-то не хватает. Смотришь в мастер — два дня комит — о, это мое. И прям себе в проект добавляет. Ну, короче... Такие ситуации иногда, типа два дня назад только запушили в мастер, а ты уже тянешь в библиотеку. Вообще проблема, то есть, типа, есть нативный какой-то SDK, да, и прокинуты не все методы через channel. Вот. И, типа, тебе придется либо дописывать их, либо вот тянуть самые последние версии. Может, ты же вопрос? Да. Channel. Да. А еще самая большая жопа, с которой мы столкнулись. Открылок с кода. Короче, самая большая проблема, которая у нас была, это то, что в самом начале у нас что-то приложение было сложно запустить. В том плане то, что либо ранние версии плагинов были, плата плагинов были для студии. То есть, короче, вот были проблемы именно с запуском приложения. Мучились с Данилой, так есть? Помнишь, нет? Ну, Данила мучился точно, короче. Вот. Ну, да. То есть, не запускалась. А так, в принципе... Пацаны, давайте, с чем мы столкнулись с такой жопой? Какой? Ну, короче, проблем практически нету. То есть, это даже иногда работает лучше, чем в нативном мире. А вот вы говорили методы от себя, еще это от себя, и кто от себя переделает? Вот из общего времени сколько у вас от времени? Декера. То есть, если вы хотите использовать те пакеты, то есть, если вы хотите чистый редакцию использовать, то есть тот пакет, который предлагают, типа, ну, вообще без проблем, подключаете за одну секунду, все работает. Но мы хотим сделать так, чтобы мы писали переиспользуемый код, именно модульный. И вот для этой модульности мы потратили большие ресурсы, чтобы ее обеспечить. Вот. Ну, еще давай тогда вопрос по анимациям. Вот у нас там была схемка, где показано, как приходит экшен, он прокидывается через все свои, возвращается в стейл, и из него потом отреселивается view. Я помню, что была такая сложность, по крайней мере, по-моему, в реакте, что там из-за вот подобной системы, когда тебе нужно анимацию зависящую, например, от пользовательского кода делать, которая должна там быть, свои пейш, а у тебя улетает флажка, и платилось очень много экшенов, которые… Это неправильно сделано было. То есть тот чувак, который это сделал, я надеюсь, это не я, сделал неправильно. То есть в данном случае нам не… Это UI-ная логика. Здесь нет… Ну, здесь, грубо говоря, нет бизнес-логики. Если вы хотите поиск сделать, то, скорее всего, вы будете делать debounce и отправить экшены там с какой-то периодичностью. То есть UI не должен реагировать на экшены таким образом, то, что, типа, много экшенов, и мы там меняем наш интерфейс, это так не должно работать. То есть если мы хотим вот с помощью текста что-то сделать, то это как раз-таки stateful widget, у которого есть state в виде вот этого строчки в данном случае, и при изменении этой строчки виджет будет перерисовываться. Если у нас есть какая-то анимация, то, получается, она пишется отдельно, которая и не хранится в stateful в общем. Да, не хранится. Можно вопрос? Конечно. А как такой заплаты подключить? Телескопорный раздигмент в России? Ага. В данном случае тебе придется это делать и на Android, и на iOS. То есть ты на Android, взаимодейству с этой любой, то есть получаешь из него какой-то output, да, и передаешь к нему какой-то input, и через channel с помощью сообщения передаешь его в Flutter. Вот, а Flutter ты его ловишь и делаешь все, что хочешь. Ну и последний вопрос. А в группе нет. А в группе нет. А в группе нет. Меня последний. Сейчас я еще не скрываюсь. Ахахаха. Насколько в оплате реализованы взаимодействия с низклубным, железным, компасом, удастся от хрена? Уже есть пакеты, которые это делают. И как раз-таки вот на сайте pub.d вы можете посмотреть, есть ли именно конкретные пакеты, которые это делают. То есть сообщество настолько большое, настолько быстро развивается, что эти пакеты с большой скоростью появляются. Я имею в виду смартфонсорсию. То есть если найти наезд, я могу получить абсолютно там пару стоечек. То есть если есть пакет, опять же, если пакет нет, ты пишешь это сам. Если пакет есть, то ты его подключаешь очень быстро и используешь. То есть слушаешь вот эти вот все... Пакет только сси, получается? То есть с Java можно связаться? Да, да. То есть вот эти... Здесь вообще нужно разделять. Вот у пакетов есть два вида. Пакет и плагин. Пакет — это чисто дартский код. То есть код, который ты хочешь переиспользовать. Это дартский пакет. Плагин — это как раз-таки та штука, которая с насилкой взаимодействует. Там есть типа не Android модуль и iOS модуль. В Android модуле ты пишешь на Kotlin, на Java, на чем угодно. Свой код. То есть если у тебя натипка есть, ты можешь там что-то написать и какую-то последовательность. Да. Вот смотрели тогда, раз уж эту тему затронули. А вообще реален ли кейс, когда мы условно показываем, ну, в плате приложения все хорошо, и там по нажатию на кнопку мы переходим в нативный view-контроллер, в нативные активители этот... Да. Я могу даже пример показать, как у нас интерком называется. Да-да-да, интерком. Я как раз смотрю, как вам задали вопрос, что у вас есть интерком? Да. В общем, ну там, короче, нажимаешь на кнопочку, блин, интерком такой красивый просто вообще. То есть там вылазит отдельный UI Windows, ну, на iOS, скорее всего, как это реализовано. Да-да-да. Вот. Он открывается, и ты с ним спокойно взаимодействуешь, и еще это отлично, офигенно быстро работает. На андроиде там еще активити поверх открывается. Да, там активити поверх открывается. И еще. Причем в андроиде там есть предложения закрыть, ну, то есть там просто в пол. Сверну, да. Там могут даже предложения приходить по полоске, или чтобы еще есть какое-то уведомнение, что сообщение. Да. Ну, интерком это прям серьезно глумит. Ну, они, в принципе, сделали. Конечно, минусы тут есть, это большое. Если это работает, то, значит, можно. Вот с интеркомом, когда-таки, вот вы, вот эту проблему, про которую, о чем и говорил. То, что, типа, мы хотели получать оттуда счетчик непрочитанных сообщений, вот. Ну, там есть одно ограничение, там есть счетчик непрочитанных диалогов. Да, 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 это мы потом узнали. Ну, вы получили? Да, да. Артем, ты нашел последнюю версию, да, и подключил ее? Или сам написал? Нет, я сам написал. А, ну, вот. Артем сам написал вот этот метод и прокинул через ченнел нужную информацию. Понятно. Еще вопрос про публикацию. Были какие-то проблемы? Проблемы были именно с самим приложением, потому что оно непонятно. Максимально. Как ты рассмотрел? С ревьюером, да. То есть, они нас забрили именно потому, что, типа, они не поняли, как авторизоваться. Ну, там много вопросов было. Типа, про политику приватности. Ну, про всякое такое дичь. Ничего не говорили. Ну, вообще, если посмотреть на тренды дизайна, то вот эти вот различия между приложениями, их становится все меньше и меньше, и в итоге наши интерфейсы становятся абстрактными. Никто уже не хочет пользоваться стандартными компонентами в том плане, потому что таких приложений полно, и ты не будешь уделяться на рынке. Все хотят, типа, свой кастомный дизайн, и вот у нас в химби, как было, когда я работал там, там рисовался всегда один дизайн, который использовался и там, и там, и там, и разработчики мучились, адаптировали его. Вот, а на Flutter ты написал один раз, это все, и работает одинаково. Не, ну, конечно, да, или стоп, вот это приложение, как я, так, с токсином, например, ты отлучишься на андроиде. Есть какие-то платформы зависимые, какие-то конкретные. Ну, вообще, здесь, конечно, лучше всего спросить про ваши кейсы, то, что вы дизайны, типа, разные делаете? Ну, вообще, если вы нарисуете один и тот же дизайн, заказчик, наверное, это даже не заметит, и скажете, окей, да, нравится. Сейчас чуть подробнее рассмотрим то, что мы сделали с артектурой. Ну, это я вот просто показал, типа, как выглядит вот этот пакет. То есть, типа, ну, да, то есть, ну, здесь особо и понимать ничего не нужно, я просто смысл расскажу. То, что, типа, вот здесь у нас есть те модули в том виде, в котором они удобны для нас, чтобы мы их использовали. Вот, мы это вынесли в отдельный пакет и подключаем теперь к приложению. Вот, как это настраивается? Вот здесь вот есть Store Provider. По сути, это как раз-таки та штука, которая склеивает всю архитектуру в единый модуль. Вот, мы указываем, типа, как у нас, какое у нас дерево состояние, как оно выглядит, начальное состояние нашего приложения, там, типа, какой редюсер, то есть, как мы в состоянии будем изменять приложение. Наш middleware в виде эпиков и, собственно, другие middleware, если мы хотим, там, допустим, логировать экшены или что-то еще делать. В чем фишка редакция? Опять же, в том, что мы можем мета программировать над нашими экшенами, мы сможем делать с ними все что угодно. Допустим, мы хотим их делать аналитику по каким-то экшенам. Написали middleware и, в итоге, у нас же вся логика, она в любом случае через экшены работает. То есть, мы в этом middleware как раз таки и будем отсылать нашу аналитику, это будет суперудобно. Или, допустим, мы хотим записывать, что пользователь делал с нашим приложением. Записываем на этом middleware, что он делал и, в итоге, при дебаге используем. Типа, ага, а у нас тестировщик вот это, вот это, вот это сделает. Типа, вот в чем проблема, я понимаю, в чем он заключается. Вот, как раз таки вот этот store provider это то, что является нашим артектурным модульом. Так, панель управления. Вот так выглядит наша панель управления и она очень модульная. То есть, сюда можно засовывать другие дополнительные компоненты, которые будут здесь изображаться, которые можно будет самодействовать. Она нужна, она очень удобна в том счете и при тестировании. Потому что тестировщик, не имея доступа к коду, может изменять приложение в какие-то штуки. То есть, допустим, сервер подменять или что-нибудь подобное. То есть, в данном случае мы там вводим версии приложения, включаем демо-режим, чтобы поля заполнялись автоматом, чтобы тестировщик один раз не вводил. Прокси настраиваем, указываем адрес, чарльзом ловим трафик. Пуш токен выводим, если он, допустим, нам нужен. То есть, хотим пуш отправить на устройство. Взяли, скопировали отсюда токен быстренько, отправили. Или, допустим, посмотреть, какие запросы нашли. Вот здесь вот список всех запросов, тды, ошибок. Собственно, можем перейти внутрь, посмотреть, что мы отправили, как сервер ответил. Уже есть готовые модули, так что вы спокойно их найдете. Я в свое время делал, но достаточно примитивно. И самое главное, что дело в модульности. Хочешь новый модуль написать, ты можешь этот модуль добавить сюда, и он будет отображаться. Не обязательно должен быть лежать в талибе. То есть, можете дополнительно подорвать свои, которые напишете. Как это примерно выглядит? Здесь мы как раз таки собираем те модули, которые будут у нас в приложении. Сначала мы их настраиваем. То есть, вот этот переключатель демо-мод. Что мы делаем? То есть, делаем пропсы. То есть, типа, при изменении сделай вот это. Указываем. Прокси также настраиваем. С network мы передаем нужные зависимости. С firebase мы отдаем туда метод получения токенов. И собираем наши виджеты, которые будут отображаться в панели управления. Вот, поговорим про UIKit. Скриншоты я не успел добавить, но они есть ему. Сейчас. Сейчас вот так открою. В общем, UIKit это как раз таки та штука, которая собирает все наши переиспользуемые компоненты, и в которые можно будет добавлять новые компоненты, когда мы закончим этот модуль дописывать. То есть, здесь вы сразу можете посмотреть все компоненты, которые используются в приложении. То есть, мы новые приложения стали делать абсолютно по-другому. Сначала мы делаем переиспользуемые компоненты, а потом мы пишем приложения, которые собираем из этих компонентов. Это очень сложно только заказчику объяснить, что вы делаете. Да, а где приложение? Мы компоненты пишем. Три кнопки уже готовы. Естественно, это все делается адекватно. Допустим, у вас экран-логины есть, да? Вы увидели то, что вот эти вот компоненты сделали, заиспользованные экран-логины. Хорошо с этим дизайнером совмещать, кто эти делает. Как это называется правильно? Останые игры. Да. А про эту концепцию есть офигенный доклад от Баду, который я советую вам посмотреть. И там вам все супер круто объяснят. Вот, я объясню, там типа концепцию. Сейчас еще не смотрю. У них свой мощный актив. Да, у них свой мощный актив. И с помощью него они решили много проблем. Так, сейчас сладко. Уже платный. Нет, почему? А, сладко уже здесь. Убедил Гоги? Нет, я не был против. Ага. Даже не вдумывался. Как там все работает. Ну, короче, вот примерно, да, как это выглядит. Вот, допустим, есть текстовое поле, и мы хотим посмотреть, как оно будет в разных состояниях отображаться. И, собственно, у нас есть описание этих состояний и как они будут выглядеть. Соответственно, мы изменяем дизайн, он, здравствуйте, для всех изменяется. То есть мы будем уверены, что во всех состояниях у нас продолжение работает. Потому что как мы это делаем без такого подхода? Мы берем наш виджет и тестируем, типа, блин, а вот в таком состоянии он как отображает? То есть мы, типа, делаем, во-первых, мы должны написать код, во-вторых, мы должны все состояния протыкать, в-третьих, мы эти состояния не протыкиваем, это все уходит за тестировщиком. Тестировщики смотрят, нам возвращают. То есть обычно это так происходит. А здесь это все сразу видно. То есть экономия времени разработчика и тестировщика огромнейшая. А вот эти все состояния, они прям внутри виджета описываются? Да. В общем, как бы, багов меньше. Мы начали новое приложение только писать. Мы только, мы пока не можем отследить, вот когда мы приложение закончим, вот мы будем готовы сказать то, что да, это у нас меньше времени. И самое главное то, что тестировщик имеет доступ к яйкету, он может зайти и посмотреть, типа, как будет отображаться в разных состояниях эта штука, вот, если у него возникли сомнения. Нажать на кнопочку он сможет. Нажать на кнопочку он сможет. Ну, наверное, вот так. Вот. И последняя штука, и все, я заканчиваю. То есть, короче, я еще нашел такую штуку, которую мы еще не заиспользовали, это Flipper. Такая штука, которая для нативных приложений может использоваться, так что вы можете ее загуглить. В общем, я там нашел такую штуку, как Redux Inspector, когда ты видишь прям в интерфейсе все экшены, которые у тебя были, и видишь изменения в стейте, видишь дипы, которые произошли в стейте типа. Это прям вообще шикарно, мы внедрим это чуть позже. Ты можешь просмотреть, что у тебя в преференциях хранится, то есть, допустим, ты записал что там, хочешь посмотреть, что у тебя в преференциях хранится. Здесь ты можешь это сделать. То есть, он тебе последняя, как бы, E-ball не отдаёт? Да, то есть, у тебя он дерево отдаст того, что у тебя лежит... Да, и вот здесь вот оно будет примерно в таком стиле отображено. Вот, и можешь в базу посмотреть, что у тебя в базе лежит. Искивлайтерском. Вот, там еще запросы можно смотреть, можно логи смотреть через эту штуку, так что она будет полезной, но мы не добрались еще до нее, не нашли. Пишут вход вообще в Android Studio? Либо Android Studio, либо Visual Studio Code. Вот, пацаны используют Android Studio, я использую Visual Studio Code. А где вам удобно? Мне удобнее Visual Studio Code, потому что я открываю много проектов, постоянно часто переключаюсь. Android Studio чуть помедленнее, чуть больше оперативки ждет, поэтому я в Code пишу, а пацаны пишут в студии. То есть, ну, это на выбор, типа, это лишнее предпочтение. Все. Все. Все равно отключился. Что, еще вопросы остались к вам? Так это, говорят, конференция клонаться без клаван. Я себя студентом почувствовал для вас полтора часа от пары. Ребята, спасибо большое, что присоединились. Я, пожалуй, уже выключил. Спасибо. Спасибо.